Здравия желаю! Это Old Navy Vet. Знаете, все чаще у меня возникает ощущение, что человечество сходит с ума, при том делает это целенаправленно, одухотворенно и настойчиво. Проявление этого явления можно заметить повсеместно, начиная от бытовых нюансов, заканчивая глобальными событиями. Но уточнив у своих коллег-психоневрологов постарше, осознаю, что это не совсем так. Просто я, как и все мы, старею. Быстрота получения информации превышает возможность ее обработки мозгом, а консерватизмом нашего времени становится быстрая смена парадигм. И самым интересным с точки зрения психологии толпы, для нас становится изгибающаяся гидроидеология нестабильных социальных слоев. Когда идеология меняет свои принципы, цели и инструменты с частотой смены перчаток модницы из мегаполиса, что-то явно не так. Для индивида, конечно, 4 кардинальных изменения за неполных 100 лет – это мало. Но мы говорим не про человека, а про целый пласт культуры – феминизм и ЛГБТ. Да-да-да, я хайпую. Как вообще белый цисгендерный вонючий солдафон может говорить про феминизм и ЛГБТ? Вот и могу. Почему? Об этом чуть позже. Главное, что вы здесь. Устраивайтесь поудобней, заваривайте чай или кофе. Мы начинаем. Далее, я вольно изложу твиттер-трэд одной девушки, с которой вообще возникла идея рассказать о материале про феминизм и ЛГБТ в армии. Ссылка на него внизу. Что такое вообще феминизм? Это прежде всего движение за права женщин. Попытка защитить их. Борьба с принуждением к проституции, сексуальным, физическим и психологическим домашним насилием, ограничение репродуктивной функции, запрет на аборты, использование контрацепции и так далее. Это, конечно, отлично. Безусловно, заслуживает уважения. Только почему-то, читая топики про феминизм, вместо статей о том, как доблестные валькирии спасают девочек из Сомали от женского обрезания, натыкаюсь на материалы типа «Шок». Он посигналил мне из машины. Хуй, мразь. Или компания Разраб Девелопмент в пятой части очешуительного шутана нарисовала женским персонажам грудь пятого размера и обрядила их в стринге мерзкие сексисты. То есть ты хочешь, чтобы я боялась своей сексуальности? Нет, Джесси, ты что, пристыживаешь меня? Нет, что ты, никогда. Ты что, патриарх? Боже мой, конечно, нет. Борись до конца. А если я натыкаюсь на вполне адекватную статью в фемиздании, то мои глаза начинают кровоточить от феминитивов. Доктор Ка, профессор Ка, психиатр Ка, фотограф Ка. Нде. Какого хрена? Какого хрена я вас спрашиваю? Феминист Ки, доктор Ки, пансексуал Ки, антихаррасмен Ки. Какого хрена вы выдумываете проблемы из воздуха и боретесь с ветряными мельницами? К примеру, в Пакистане практикуется убийство чести. Это когда женщину казнят за преступление, которое совершил ее мужик. Там царит жут религиозный экстремизм. Чуть что не так, они жгут заживо, насилуют и убивают своих женщин. И бежать им некуда. Потому что в Пакистане закон отнюдь не на стороне женщины. Или Сомали, где 95% женщин подвергаются сексуальному насилию и обрезанию. Это когда в полнейшей антисанитарии под палящим солнцем берут норнице для стрижки овец и вырезают часть наружных половых органов. Без анестетиков и всякой прочей фармацептики. В Афганистане у женщины вообще нет никаких прав. От образования до медицины. Средняя продолжительность жизни женщины там 45 лет. 50% умирают в переродах. А 85% рожают дома в хлеву без минимальной медицинской поддержки. Я могу продолжать еще очень долго. Чат. Девочек выдают замуж насильно в возрасте 11-12 лет. Ирак. Женщин забивают камнями на улице за малейшую провинность. Гондурас. Каждые 18 часов там убивают женщин. Из-за 90% этих случаев преступникам даже пальчиком не погрозят. Но нет. Вам, блогеркам, авторкам и активисткам намного интереснее затравить ученого, который решил офигенно сложную задачу и посадил космический корабль на комету. За то, что он пришел в рубашке с голыми леди. Или была фишка, что какая-то дама пробежала Нью-Йоркский марафон во время менструации и не пользовалась прокладками. Фото вставлять не буду, можете прогуглить сами. Там ею сразу начали восхищаться. Ах, какая смелая. Так им этим спермобакам. Менструация не преступление. А настоящие активистки. Такие как Беназир Пхуто, Варис Дирея или Малала Юсуфзай. Они не смелые? Женщины, которые выступают против ада на земле. Юсуфзай так вообще с молодых ногтей в Пакистане правозащитническую деятельность ведет. Выступает за образование женщин. Защищает их. На Малалу в возрасте 15 лет было совершено покушение из-за того, что она очень смелая. Дирея ведет борьбу с женским обрезанием. Бхуто в Саудовской Аравии. Только благодаря ей женщины вообще хоть какие-то права имеют. Но Беназир не повезло. Ее все-таки боевики достали. Так вот. Намного проще выдумывать демонов и с пеной у рта что-то доказывать в нашем цивилизованном обществе. Адекватный мужик посмотрит на это мракобесие, пальцем у виска покрутит и в сторону отойдет. А войс сами успокоятся. А с ортодоксами, военными группировками из Конго и сомалийскими пиратами воевать намного страшнее и опаснее. Здесь битва идет не на жизнь, а на смерть. Поэтому я бы хотел, чтобы каждая Ротфемка, активистка и вообще кто угодно помнила. В тот момент, когда она шьет очередной мешок для бодипозитивной картошки с изображением причинного места или пишет гневный пост о том, как подвергается травле в интернете. В этот самый момент, где-нибудь в Мали, насилуют ни в чем не повинных девочек, а потом избивают их кочергой. И для того, чтобы каждая малышка на земле пошла в школу, получила образование, медицинскую и психологическую поддержку, защиту от диких религиозных обрядов. Для этого, прежде всего, существует феминистическое движение. Так вот, это мнение адекватного фем-сообщества. Вы его почти не слышите, так как мы с вами всегда с большей охотой смотрим на радикалов и фриков, чем на среднестатического адекватного человека. Такова наша природа, доставшаяся от предков. Опасаться громкую непонятную чепуху, если она появляется в обозримом пространстве. Вдруг нужно будет быстро защищаться или бежать. Это, кстати, риторический вопрос. Порывшись в своей памяти, я вспомнил сильных и авторитетных женщин, которых встретил в своей карьере. С ними общался вплотную по службе и работе. Так вот, моим ментором по психологии и психиатрии была женщина, в одиночку воспитывающая двух детей. Она никогда ни на что не жаловалась. Прием пациентов она всегда вела до упора. Порой перебирая по 2-3 часа рабочего дня. Она говорила всегда все в лицо и никого не стеснялась. Также ее обожал коллектив. В крайний раз, когда ее видел, она занимала высокий пост психиатрии и считалась одним из лучших спецов в регионе. Тут небольшая ремарка. Психиатрия считается в СНГ мужским крылом медицины. Женщинам на откуп оставляют детскую психиатрию. Не то чтобы женщин не пускают психиатры. Просто они сами туда не особо стремятся из-за специфики работы. Второй важной персоной женщиной считаю начальника одного из военных медподразделений. Практически такая же характеристика, как и у первой дамы. Солдаты ходят по струнке смирно. Никто даже пикнуть не смеет в ее сторону. И опять-таки, уважение как от подчиненных, так и от пациентов. Хотя сами понимаете, кто попадает в госпиталя. Воевавшие суровые мужики. Как-то раз мне рассказывали, уж не знаю правдива ли история, про то, как один сбрендивший пациент достал пистолет и угрожал ей прямо в лицо, что если его комиссуют, он ее порешает. Она ответила, давай, мой призрак будет преследовать тебя до конца дней, пока ты будешь гнить на зоне. Он приуныл и дал возможность забрать у него оружие. Я не знаю, правдива ли эта история, или как большинство военных баек приукрашено. Зато точно знаю, что эта женщина не боялась лично приезжать на фронт и вывозить раненых. Там я ее встречал неоднократно за свою службу. Кстати, начиная от звания майора, офицеры входят в старший командный состав и не обязаны непосредственно находиться близко к зоне боевых действий. То есть она делала это добровольно. Еще я знал множество других военных женщин на фронте. Разведчиц, снайперов, медсестер, волонтеров. И знаете, что их всех объединяло? Они не были феминистками. Прикиньте, им пофиг на эту идеологию. В нашем обществе, где почти 90 лет был коммунизм, уже было заложено равенство женщин и мужчин. Конечно, были изъяны. Например, коммунистическая партия какое-то время запрещала аборты, что нарушало право женщины на свободу владения своим телом. Это как пример. Было и другое дерьмо, но все же. Страны СНГ к 21 столетию вышли относительно прогрессивным обществом в плане равноправия полов. И женщинам тут можно вполне спокойно выражать свое мнение и отстаивать его. Все, успокойтесь, вы победили на этом фронте. Переходите к другому, более важному флангу, озвученному выше. Не можете? Страшно. А представьте, каким, отважным молодым девчонкам, там страшно. Успешные люди не используют идеологию как костыль. Они не трубят о ней на весь свет. Идеология, она внутри нас, в наших действиях и поступках. И часто она переплетается с принципами. В итоге это формирует наше мировосприятие и, соответственно, бытие. Мы все больше обрастаем делами и репутацией, что и создает личностей, о которых все говорят и на кого равняются. Все, круг замкнулся. Будьте такими личностями. Растите каждый день. Меняйте идеологию, если вы из нее выросли. Или обстоятельства сильно изменились. Растите над собой. И самое важное. Не живите ради ненависти к другим. Не потому, что другим не нравится. А потому, что вы уничтожаете в себе личность, пожирая себя изнутри. А как мы знаем, заканчивается это плачевно. Про ЛГБТ в армии. Его там нет. Официально. Как и неуставных взаимоотношений или коррупции. А на самом деле есть. Как представители борцов за права меньшинств, это в основном женщины. Также есть представители негетеросексуальной ориентации. За свою бытность офицером-психологом я знал несколько таких людей. И знал их не потому, что сильно стремился с ними познакомиться. Бытие нормального или хорошего офицера-психолога предполагает, что ты много разговариваешь с подчиненными, гораздо больше их слушаешь и хранишь их скелеты в своем шкафу. Удивительно то, что в этом плане лучшую репутацию ты получаешь по сарафанному радио. Например, воин приходит на службу не бритый с запахом алкоголя, но в адеквате. Спрашиваешь, что у него случилось. Это действие уже не стандартно для армии, легче сразу наказать. Подчиненный говорит, поссорился с женой. Отправляешь его на одиночную работу, чтобы не палился. Потом приходит к тебе, тычет шоколадку и говорит спасибо. Дальше он рассказывает другому. Еще десяток другой таких моментов, и ты уже звезда военной части. С тобой советуются, ходят жаловаться на сложные семейные отношения и так далее. Это я к чему? Рано или поздно может подойти воин с уставшим взглядом, который скажет, «Мне нужно выговориться, и чтобы никто не узнал». Рассказывает, что он гей или бессексуален. Говорит, как тяжело это держать в себе. Постоянно боятся, что кто-то узнает, и невозможно даже сходить куда-то, где есть такие же люди, как он. В моей практике так подходили двое мужчин и одна женщина. По ним никогда не скажешь, что они чем-то отличаются от других. Но самое важное, чего так боятся настоящие мужчины. Боже мой, вы, парни, все как животные. Именно, об этом я и говорил, мы животные. Вы не животные, хватит так говорить. Почему бы тебе не перестать говорить, что мне говорить? Страна строилась на призыве к насилию. Эти несколько ребят даже мельком не думали про построение отношений с другими военными. Они исправно несли службу и ни разу не попадали в потенциальную группу риска. Демобилизовались они с отличными характеристиками и вне подозрений о том, что они отличны от других сексуальной ориентации. В современной истории, кстати, до сих пор точно непонятно, как гомосексуальность приобретается, учитывая, что гомосексуалы чаще всего не оставляют потомства. Первично в 19-20 веках бытовало мнение, что это психическое расстройство или болезнь. Вскоре эту теорию откинули как несостоятельную. Потом считалось, что есть некий ген гомосексуальности. Тоже быстро отказались от этой гипотезы. На данный момент существует теория про вариацию аллели гена гомосексуальности, которая наиболее правдоподобна. Также эту теорию дополняют теориями помощника в гнезде и эффектом старшего брата. Очень способствует всему вышесказанному то, что гомосексуальность частенько встречается у животных. Например, гей-пары львов вне обычных прайдов или стабильные моногамные мужские пары лебедей. Международный классификатор болезней полностью вычеркнул гомосексуализм из списка психических расстройств и болезней. Можно, конечно, сказать, что есть какой-то заговор против гетеросексуалов, если бы не одно «но». Гомосексуальность существовала на протяжении всей истории человечества, имела четкую процентовку от общего населения, о чем сохранились множество исторических сведений. С этим спорить просто невозможно. Тема вообще крайне сложная, поэтому прежде чем комментировать именно в этом аспекте, прошу подробнее о ней узнать. Например, на канале Трэш Смэш. Не реклама, а просто отличный материал по теме. Ссылка снизу. Историческая справка. В Древней Греции и Риме гомосексуальные отношения в армии были нормой. Так, из влюбленных друг в друга мужчин, было создано элитное войско численностью в 300 человек, получившее название «Священный отряд из Сфит». По словам Плутарха, когда отряд был на грани уничтожения, никто из солдат не отступил, предпочтя смерть, нежели позор перед своими возлюбленными. Известный полководец Александр Македонский также больше любил мужчин. Хотя тут версии историков расходятся, и некоторые считают, что он был бисексуален. Однополая любовь была распространена и среди японских самураев, где практиковалась связь между старшим и младшим учеником. Но, со временем, религиозные и гомофобные тенденции начали теснять гомосексуальность за грань нормы. Существуют различные версии об испытаниях и насилии, которое было применено в отношении членов Ордена Тамплеера в XIV веке и британских моряков во время наполеоновских войн из-за гомосексуальности. Официально запрет службы гомосексуалов в армии появился лишь в XX веке. В США в 1916 году, а в Великобритании в 1955. Перед тем, как пройти набор в американскую армию, призывник должен был пройти психологический и медицинский осмотр. И если он имел гомосексуальное отклонение, его отстраняли от службы как сексуального психопата. Также по долгу службы в психоневрологии я знаком с человеком, скрывающимся от уголовной ответственности в СССР по статье мужеложства, с помощью психиатрического диагноза. Хочу, кстати, уточнить, что человек творческой профессии, у которого есть множество наград за реальный вклад в культуру СССР. Такие дела. Это, к слову, немного лицемерно, что статьи за однополую связь женщин Уголовный кодекс не предусматривал. А что думаете вы? Итак, ответ на вопрос, как в армии и ветеранском сообществе реагируют на ЛГБТ и феминизм в целом. Как и в любом социальном слое, статистика приблизительно равная. 10% радикалов, гомофобов, консерваторов. Это старая гвардия. 30% серой массы. Они не разобрались в вопросе и колеблются. В основном люди с незаконченным средним и средним образованием. 35-50% ровно дышащих ко всей теме. Высшее или незаконченное высшее образование. И 10-25% относительно хорошо знают тематику. И абсолютно не против того, какой сексуальной ориентации человек и каковы его фетиши. В основном это молодые офицеры с вышками, медики или ребята с околомедицинским образованием, как у меня. Как вы поняли, все зависит от когнитивных и интеллектуальных способностей. Желание осознавать объективную реальность путем самообучения или получения высшего образования. Да и эта статистика сделана по моим субъективным наблюдениям, так что не серчайте. Если есть желание, можете сходить в армию и проверить сами. Хотя, конечно, не рекомендую. Все как-то так, кроме одного жирного но. Армия и ее структурное подразделение – это закрытое социальное общество. Оно пропитано консерватизмом и местечковостью. Как и в любом закрытом социальном обществе, изменения там происходят с огромным скрипом. Принятие этого факта, что ЛГБТ – это такие же люди, как и остальные, там еще не произошло. Вас, конечно, не убьют и не изобьют за то, что вы ЛГБТ и признались в этом. Но вы попадете в загородку под названием «Закрытый карьерный лифт» со всеми негативными последствиями. Как пример, я знаю одного офицера, который был старшим лейтенантом на протяжении 10 лет, только из-за слухов, что он когда-то в молодости переспал с парнем. Хотя хороший офицер получает повышение раз в 3-4 года, а иногда и чаще, если у него есть какие-то крутые достижения. Не скажу, что этот лейтенант сам по себе был приятным и хорошим человеком, но 10 лет сидеть на одном звании – тоже не самый адекватный вариант командования. Лучше бы уволили и дали парню возможность найти себя в чем-то другом, чем так мучать. Во-первых, если вы боретесь за права ЛГБТ, показывайте это делами. И не из разряда высказала все этому сексистскому козлу, который хотел угостить меня на дискотеке. Присоединяйтесь к движениям, реально борющимся за права женщин в странах третьего мира. Не можете или не хотите? Что же, перестаньте лицемерить. От ваших действий ЛГБТ страдает, а не получает пользу. В том числе и в глазах ваших же адептов. Во-вторых, сексуальные меньшинства существовали, существуют и будут существовать во всех социальных слоях. Нравится вам это или нет? Где-то больше, где-то меньше, но на сути это не влияет. И как среди всех остальных социальных слоев, среди них есть хорошие, обычные и плохие представители. Не будьте заангажированы и не клейте ерлков на человека за его особенности. В-третьих, идеология действия. Меньше слов и больше дел. Никому не нравятся пустозвоны, за чьими словами нет поступков. Тут, конечно, можно сделать ремарку про подростков, туповатых или людей с психическими расстройствами, следующих за пустыми рупорами. Но это уже другая тема. Идейный человек не будет ждать награды за продвижение своей идеологии. Он не будет рубить, а вот я сделаю. Нет. Если ты следуешь идеологии, это твоя вторая или третья работа. Ты делаешь ее для самоудовлетворения и улучшения того, что тебе и так нравится. Точка. В частности, вы не найдете в моих статьях и видео мою идеологически-политическую точку зрения, которую я продвигаю действиями в своем регионе. Четвертое. Будьте, блин, вежливей и приветливей друг к другу. Множество кровавых конфликтов на этом голубом шарике по имени Земля произошли из-за недопонимания и ксенофобии, то есть отрицания сути других людей. А я напомню, нет ничего выше человеческой жизни, как в правовом, так и в моральном аспекте. Понимаю, что материал противоречивый как самой темой, так и моей выкладкой. Но если вы оглянетесь вокруг, то поймете, как и я, что весь наш мир состоит из противоречий. Мы сталкиваемся с ними каждый день и воспринимаем их как должное. Вот и с моим мнением по поводу этой проблемы также. Я придерживаюсь золотой середины, где нужно опираться на объективные факты реальности, а мне мнение радикалов с обеих сторон. Пора сообщить, что у меня открылась группа в ВК. Думаю, там буду выкладывать материалы раньше, а также отвечать на вопросы, делиться короткими блогами до 500 слов и проводить голосование на следующий блог. Присоединяйтесь, у нас уютно и ламповое настроение. На этой ноте я закончу. С вами был Олд Неви Вэт. Думаю, скоро услышимся.